Ну, игра очень сложная была. Команда «Витязь» молодая. Все молодые были очень активны, быстро бежали вперед. Мы этого ожидали, но у нас не получилось сдержать и что вывелось в счет 2-0. Два раза за игру мы проигрывали, но и два раза мы возвращались в игру. 2-2, 3-2. Даже в конце мог бы выиграть, но не получилось. Могло показаться, что до этого сильного ливня команда все-таки держала какой-то темп, а потом пошел ливень, дождь и пропустили эти два быстрого гола. Может, это как-то связано? Да я бы не сказал. Наоборот, когда идет ливень, дождь, трава намокает, мяч быстрее начинает ходить и то, что нам забили два гола, я не считаю, что это из-за дождя. Что не хватило в концовке? Были моменты, чтобы победить? Ну, реализация. Чуть холоднокровнее, где-нибудь сыграть, и поэтому делалось бы в гол. Спасибо. Провели два разных тайма. В первом тайме играли очень академично. Мяч в линию атаки практически не доставлялся, а если туда мяч не доставляется, забивать голы очень сложно. То есть за первый тайм мы создали практически один момент, но неплохой, но было тяжело. Витебск хорошо бежал в контратаку, мы не успевали. То есть по делу пропустили два гола, но ребята молодцы, в втором тайме собрались. Действительно, во втором тайме было приятно смотреть. Вышла команда мужиков. Вытащили игру, могли выиграть. Ну, не счастливая, наверное, закономерный результат. На Ваш взгляд, сильно начавшийся ливень мог как-то повлиять на игру, потому что команда после начала этого дождя пропустила пропуск? Ну, я не думаю, что ливень повлиял на игру. Наоборот, ливень, наверное, больше заставил бы двигаться, но, к сожалению, первый тайм был очень академичный. Дениса Козловского, который сделал сегодня трик, вы решили оставить на 90 минут. Это связано с тем, что команде нужно было побеждать, выигрывать? Ну, Денис сам попросил человека. Я понимаю, человека, ему хочется забить. Мы рады, если мы помогли ему эти голы потом перенести на основную команду. Надеемся, он будет забивать. Очень рад за него и помог команде. И у команды сейчас совпадет плотный календарь. Уже задавали этот вопрос. Как будете готовить, как восстанавливать? Ну, пока следующая игра у нас через неделю, поэтому здесь не вижу никаких сложностей. Отдохнем, будем готовиться к игре. Дальше, да, там будет посложнее, но все в одинаковых условиях, поэтому... Спасибо.